Принята государственная программа за 2024 год. Проект активно обсуждала общественность. Граждане вносили предложения, оставляли комментарии и таким образом сами решали, какие направления будут в приоритете в нынешнем году. Среди предложений инициатива в изучении иностранных языков, в дальнейшем развитии предпринимательства, поддержки женщин и девушек, обеспечении занятости населения, создания хосписов и другие. Процесс создания и притворения в жизнь программ и планов действий мероприятий, связанных в пространстве по исполнителям и во времени по срокам, нацеленных на выполнение стратегических задач. Такое определение словосочетанию стратегическое планирование выдает Всемирная сеть. Стратегия позволяет сбалансированно и не отходя от приоритетных направлений, решать вопросы развития в масштабах государства и мобилизовать все силы и средства на достижение целей определяющего значения. Программный документ, вобравший в себя пять ключевых направлений и сто целей и задач, был выставлен на широкое обсуждение общественности с 1 по 15 февраля этого года. В рамках этого процесса, дабы привлечь как можно больше граждан, 34 миллионам пользователей мобильной связью было отправлено 566 миллионов смс-сообщений. На сайтах размещены около двух тысяч информационных и аналитических статей. Таким образом, свыше 4 миллионов узбекистанцев ознакомились с проектом и поступило более 30 тысяч предложений, рекомендаций и видений по совершенствованию одного из рычагов реализации стратегии. Что действительно заслуживает внимания, так это то, что в обсуждении госпрограммы принимали участие наши соотечественники, проживающие в США, Германии, Турции, Франции, Корее, Японии, Нидерландах, Ирландии и в ряде соседних стран. С их участием организовано 25 офлайн-бесед, 12 разговоров онлайн и более 200 встреч через социальные сети. Наши граждане, в частности, высказывались насчет био- и наномедицинских технологий, медицинского страхования, лечебных стандартов, судебной системы, пробок в городах, госзакупок, работы с несовершеннолетними. В конечном варианте проекта были учтены 100 их концептуальных и свыше 1000 вносящих ясность и редакторских предложений, которые, в свою очередь, прошли социальную экспертизу и лишь после этого был принят указ президента о государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в год поддержки молодежи и бизнеса. Согласно результатам общественного и экспертного обсуждения, почти 100 концептуальных предложений от населения нашли свое отражение в принятой государственной программе. Необходимо отметить, что учтены более 1000 предложений, которые могут усовершенствовать данный документ. Специфика поступивших предложений обширна. К примеру, это развитие био- и нанотехнологий, вопросы медицинского страхования, судебной системы, предотвращение заторов на дорогах. Наряду с внедрением современных технологий, повседневную жизнь, населением озвучено немало рекомендаций по рациональному использованию природных ресурсов, а также приборов, конвертирующих солнечные лучи в электроэнергию. Что же касается образования, либо обеспечения питьевой водой жилых массивов, то здесь также население продемонстрировало большую активность, которую мы можем видеть по итогам обсуждения. Итак, в соответствии с указом главы государства, с 1 марта этого года за руководителями министерств, ведомств, органов исполнительной власти на местах предприятий и организаций с государственным участием в ВУЗов закрепляются талантливые и одаренные молодые люди, а также нуждающиеся в индивидуальном подходе представителей нового поколения на основе баланса молодежи. Главы вышеуказанных структур должны как минимум раз в месяц встречаться со своим молодым контингентом и оказывать всестороннее содействие в решении их проблем, повышении правосознания и культуры. На движении Юг-Салеш указом возлагается две важнейших задачи. Первая – это широкое информирование всех изменений, реформ, которые предусмотрены в государственной программе. Вторая – это общественный мониторинг. Если раньше Юг-Салеш больше понимала участие, помогала государственным органам проводить мониторинг, системный мониторинг и реализацию государственной программы, то, начиная с этого года, идет предусмотренное в Указе движения Юг-Салеш будет заниматься изучением общественного мнения, критического анализа государственной программы и региональных программ. То есть основная здесь задача заключается в том, насколько люди довольны результатами проводимых реформ. В продолжение вектора молодежной политики в рамках Олимпиады пяти инициатив с 1 марта 2024 года будут организованы на самом высоком уровне в системе Махали образовательных учреждений, предприятий и организаций конкурсы на знание иностранных языков и брат Фарзант Ларе. Соревнования по киберспорту, а также интеллектуальные игры «Заковат» с призовым фондом 600 миллионов сумм. Те же, кто победит в профессиональном конкурсе за счет средств фонда «Молодежной тетради» будут обеспечены полностью оборудованными мастерскими. Очень важно сформировать у нового поколения, нового Узбекистана, бережное отношение к окружающей среде, к природе. Не случайно среди 100 направлений волонтерской деятельности по продвижению экологических знаний и пропаганде здорового образа жизни на первом этапе на конкурсной основе будет выделено до 200 базовых размеров средств. Помимо этого, в рамках исполнения документа из всего объема кредитов, выделяемых на семейное предпринимательство, 40% будет направляться на развитие и становление молодых бизнесменов, чтобы привлечь в мир деловых людей и инициатив как можно больше молодежи и создать дополнительные условия для самореализации. С 1 июня этого года будет проводиться конкурс «Молодой предприниматель». Каждый проект, прошедший отбор на республиканском этапе, получит льготный кредит в размере до 1000 базовой расчетной величины и при этом 50% ставки будет покрываться государством. Также с 1 марта начнет работа программа «Два программиста» в каждой махале, а средства фонда «Молодежной тетради» будут направлены на обучение молодых людей иностранным языкам и профессиональным навыкам. При этом, чтобы быть действительно востребованным на рынке труда, предусмотрено ввести специальную платформу «УСТОС» и вначале обеспечить охват 150 тысяч ребят. Не остались без внимания интерес молодой прекрасной половины. Для них будет запущена платформа «Академия девушек» с целью обучения девушек предпринимательству, основам маркетинга, графического дизайна. Через платформу они смогут принимать участие в различных конкурсах и проектах, стажировках и обучающих лагерях. Очевидно, что все это делается, чтобы каждый молодой узбекистанец смог найти свое, так сказать, место под солнцем. Очевидно, что большинство из них будет трудоустроено в бизнес-структурах. Потому в увязке с этим вопросом в госпрограмме определены конкретные меры по обеспечению начала своей деятельности. До конца 2024 года 200 тысяч новых субъектов предпринимательства, 90 тысяч предприятий и 110 тысяч индивидуальных предпринимателей. Меры поддержки позволят обеспечить занятость 5 миллионов человек. С 1 июля этого года предприятия, начавшие выпускать продукцию под маркой известных международных брендов, могут рассчитывать на покрытие расходов на экологическую сертификацию. Необходимое сырье для производства освобождается от таможенной пошлины с условием, соответствие доли добавленной стоимости в стране равной 60%. Помимо этого, посредством устойчивого экономического роста будет обеспечено повышение благосостояния народа. Ожидается предпринять меры по сохранению темпов роста ВВП не ниже 6%, а инвестиции не менее 30% от валового внутреннего продукта. В отраслях экономики планируется запустить 309 крупных проектов на 18 миллиардов долларов. Также с 1 апреля 2024 года будут введены требования промышленной кооперации для крупных проектов, реализуемых в рамках государственных инвестиционных программ на основе государственно-частного партнерства. Перечень мотивационных инструментов можно продолжить. К примеру, с 1 мая этого года обязательные платежи и сборы для граждан и субъектов предпринимательства назначаются только на основании закона. Указом лидера Узбекистана утверждены целевые показатели в разрезе направлений перечней, разрабатываемых проектах, нормативно-правовых документов. Руководитель страны не раз подчеркивал необходимость организации более тщательных профилактических мероприятий, чтобы не бороться с последствиями заболеваний, а предотвращать их развитие на ранней стадии. В 2024 году запланировано проведение медицинского осмотра с 6 миллионов 700 тысяч человек на предмет болезни сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических обструктивных заболеваний легких. Отдельным блоком идет социальная защита населения, в которой система здравоохранения имеет около 10 поставленных перед ней задач. Данные задачи начинаются с оказания и улучшения системы медицинской помощи в первичном звене, оказанием помощи и улучшению работы по охране здоровья матерей и детей. Неотъемлемая часть данного документа содержит в себе улучшение работы оказания специализированной медицинской помощи. Отдельным блоком прописаны поручения, связанные с внедрением в Республике Узбекистан страховой медицины. В разработке данных проектов, в разработке данных блоков, опять-таки, мы вплотную работали с нашими зарубежными коллегами, зарубежными консультантами. Возвращаясь к молодежной тематике, заметим, что программой обозначены меры по покрытию расходов на прохождение экзаменов 6 тысяч молодых людей, которые сумели получить самые высокие баллы в международных экзаменационных системах по иностранным языкам. В государственной программе прописан пункт, согласно которому 518 общеобразовательных школ будут реконструированы, а также возведены дополнительно 30 школ. Помимо этого, будет внедрена практика отбора директоров, имеющих соответствующий сертификат. 100 педагогов в этом году будут отправлены в зарубежные страны на повышение квалификации. Также поставлена задача касательно доведения негосударственных школьных учреждений до 470. В качестве эксперимента в нынешнем году будут организованы автобусные маршруты для учащихся отдаленных районов Кашкадаринской и Сурхандаринской областей. В рамках проекта «Менинг Макитабам» в каждой школе будут выделены средства в размере 150 базовых расчетных величин. До конца этого года в областных центрах, городах Ташкенте и Нукусе предусмотрено создание как минимум одного хосписа по оказанию палеоактивной помощи больным с гематологией, онкологией и иммунологией. Поставлены задачи по доведению роста ВВП минимум до 6%, обеспечению объемов инвестиций в размере 30% в валовом продукте. Предстоит реализовать 309 крупных проектов на 18 миллиардов долларов, принять все меры по снижению уровня инфляции до 9% и направлению в экономику 275 триллионов кредитных ресурсов по снижению ставок на 2-3 позиции. Экологическая обстановка в мире и в частности в нашем регионе заставляет задуматься каждого. В рамках общенационального проекта «Ящин Макон» будет посажено 200 миллионов саженцев декоративных и фруктовых деревьев, что станет залогом создания 444 садов уже в этом году. Дабы сократить потери воды, бетонируются каналы протяженностью 1500 километров, а также выделяется 500 миллиардов сумм на их реконструкцию. Внедряются обязательные требования по предотвращению поднятия воздух, пыли и песка на стройплощадках размером 500 квадратных метров и больше. В Ташкенте ограничивается движение грузовиков массой более 10 тонн. В часы пик получила одобрение предложение общественности о проведении дня без автомобиля в столице. Также внедряется практика снятия с учета органов пробации молодых людей на основе поручительства Союза молодежи. С 1 апреля этого года проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджета, будут приниматься в эксплуатацию только после заверений председателя Махали и активистов касательно качества проделанных работ. И, конечно же, будет продолжена политика, основанная на принципе «безопасное и миролюбивое государство». Документ очень объемный, и тем, кто еще подробно не изучал его параграфы, советуем ознакомиться с комплексом мероприятий, направленных на создание максимально благоприятных условий для жизнедеятельности всех и каждого.